хочу показать когда вот вяжешь объемную большую вещь чтобы не крутить ее а вяжу зад вперед зад вперед вот таким вот способом у меня сын вяжет и резинку так вот вначале он начал 3 лицевых 3 изнаночных и он не перекручивает полотно он идет вот таким способом но я вам показываю лицевые петли интересный способ так напитываешь я медленно и медленно вижу получается лицевые идем назад вперед как обычного обычная вязка привычными петельками а назад вяжется вот так видно захочете покажу потом как изнаночные так таким способом вязать полотно тогда не крутится вперед назад вперед назад когда первый раз пробуешь как-то непривычно не неудобно а потом привыкаешь и даже не замечаешь что таким способом вяжешь сейчас я вам еще разочек покажу вот петельки не перекрученные смотрит петля в петлю и также резинкой вяжем также узором вяжем то человек привыкает и вязание быстро продвигается ну потерпите маленько сейчас еще один рядочек покажу чтобы закрепить это вот интересно даже начинающим которые не набили руку еще по-своему вязавши сколько вязальщиков столько и способов как обычно первое снимаем последний изнаночная так сейчас я так перекручу потому что ниточка за работой и все просто накидывается так накидывается на иголочку и вытаскивается с петли накидывается и вытаскивается как видите я не кручу шарфик этот свой просто иду назад вперед вперед назад так вот показывать на камеру неудобно когда уже спокойно вяжешь она быстро вяжется так может кому понравится ниточка не перекручивается не заматывается полотно потом обычно бывает даже в змейку закручивается когда идешь лицевой изнаночный ряд а то все ряды получаются лицевые вот попробуйте на дочь у меня левша так я вообще на ее вязание смотрю удивляюсь как она вязать непривычно для сейчас много видео снято для левшей сейчас в интернете чего только нету конечно много нового находится интересного ну все мне кажется все равно ясно и понятно закругляемся